Утренние прогулки и проповеднические программы в Мельбурне. Австралия, 1974 год. Поэтому это Витхимарга. Витхимарга значит трудиться под руководством духовного учителя. Как подмастерье на заводе. Он трудится как ученик и не знает. Он еще не умеет. Но постепенно, приобретая навыки, он получает хорошую работу, высокую зарплату. Разве не так? Подобным образом это тоже ученичество. Вставать рано утром, предлагать мангл-арати, хогу, следовать разным правилам и ограничениям. Тогда постепенно развьется спонтанная любовь. Вначале вы не чувствуете спонтанной любви. Необходимо трудиться под руководством духовного учителя Ишастр, Писаний. Да, они говорили, что это форма идолопоклонства, потому что они неосознанно выполняют это служение. Нет, нет, даже если осознания нет, это не идол. Это идолопоклонство для негодяев, но не для преданных. Преданный служит божеству, следуя указаниям духовного учителя. Суть в том, что вы не можете обратиться к Верховному Господу в своем нынешнем положении. Поэтому Он соглашается принять ваше служение, приняв образ, запечатленный в камне. Вы можете воспринимать каменный образ, но вы не можете увидеть Виратруту, гигантскую форму. Поэтому Он делает это по своей милости. Я уже много раз приводил этот пример. Возьмем небольшой почтовый ящик. Это не что иное, как почтовое отделение. Но для вашего удобства оно представлено в виде почтового ящика. На самом деле это почтовое отделение. Вы бросаете туда письмо, и оно преодолевает 10 000 миль. Как это происходит? Сначала оно поступает в центральное отделение, и оттуда его отправляют. Все работает, потому что ящик авторитетен. Поэтому письмо доходит. Вы не думайте, я бросил его в какой-то маленький ящичек. Оно отправляется в почтовое отделение, и дальше, подобным образом, для вашего удобства, Кришна предстает перед вами в образе камня или дерева, но Он... Камень — это тоже Кришна, но для этого требуется разум. Он может принимать служение в любой форме. Он абсолютен. Поскольку камень не отличен от Кришны. Это энергия Кришны. Поэтому Он способен принимать ваше служение в любой форме. Поэтому вы должны обращаться к Нему авторитетным образом. Если вы сами изготовите ящик, напишите там что-нибудь то же самое, те же буквы. Ничего не получится. Письмо пролежит там миллионы лет. Но письмо, брошенное в авторитетный ящик, дойдет. Понятно? Скажите этим негодяям. Это не идолопоклонство. Продолжение следует... Он знает, он слышал из Писаний, что это греховно, и что человек будет наказан за это, но тем не менее он будет это делать. Он будет совершать один и тот же грех. Это значит, ему недостает знания. Он в растерянности. Он настолько погружен в невежество, что не может сдержать себя. Поэтому, если он не делает этого, то будет всегда оставаться чистым. Всегда. Посвящение означает, человек очистился. И если он не будет вновь осквернять себя, то он останется чистым. Однако, если он вновь намеренно оскверняет себя, это его вина. В противном случае, во время посвящения он полностью освобождается от всех последствий своих грехов. Полностью. Духовный учитель забирает все последствия его грехов. Например, Кришна говорит... Об этих отношениях говорится... Мы обсуждали это в Читань Чири Тамлите. Это не шутка принимать ученика. Это не шутка. Это очень ответственная задача. Это не шутка. Заплатите мне 35 долларов, и я сразу же дам вам освобождение. Я надавлю вам на глаза, и вы увидите свет. Оба, и учителя, и ученик идут в ад. Читанье Махапрабу поэтому предупреждал, не принимайте много учеников. Это риск. Но ради проповеди предупрежденный идет на риск. Хорошо, я готов страдать в аду ради того, чтобы другие вернулись к Кришне. Как Прохлад Махарадж говорит... Это христианская философия. Разве нет? Отправляйтесь в ад. Но я буду наслаждаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Разнообразие. Есть три качества. Если вы умножаете 3 на 3, получается 9. И если вы умножите 9 на 9, то получится 81. Поэтому все это разнообразие жизни, все эти формы находятся под контролем, не под контролем. Живое существо само соглашается на это. Прокрытий не хочет этого. Природа не хочет контролировать вас. Полиция, например. Полиция не предназначена для того, чтобы контролировать вас. Но когда вы соглашаетесь, чтобы за вами следила полиция, когда вы становитесь преступником, тогда полиция делает это. Это не так, что правительство без нужды создало полицию, чтобы контролировать вас. Нет. Полиция создана для помощи. Правительство расставило полицейских на каждом перекрестке. Они патрулируют улицы. Они нужны для того, чтобы помогать вам. Они не для того, чтобы контролировать вас. Но когда вы соглашаетесь отдать себя в руки полиции, тогда она вас контролирует. Тогда вы оказываетесь во власти полиции, если становитесь преступником. И в чем преступление? Преступление в Кришна Бахермуха в том, что мы отвернулись от Бога. Он хочет прославить имя Господа. И некоторые говорят, что у Бога нет имени. Как так? Если Господь Иисус Христос говорит, «Досвятится имя Твое», значит, у Бога должно быть имя. Имя есть. Но Он не произносил его, потому что люди в то время не могли понять, или, возможно, по какой-то иной причине, но Он говорил, что у Него есть имя. Итак, мы проповедуем это движение сознания Кришны. Это очень научное движение, потому что в настоящий момент мы все безбожники. Мы забыли, кто такой Бог, что уж говорить о Его имени. Они не верят в Бога, что уж говорить о Его имени, и славе, Его обители, Его деяниях, Его образе, Его качествах. Как мы можем узнать? Нет никакой образовательной системы, которая бы учила науке о Боге. Это движение, движение сознания Кришны, учит науке о Боге. И если вы принимаете имя Бога, имя Бога, Кришну, это также подтверждается и в других традициях, вы сможете сразу же общаться с Богом. поскольку Бог абсолютен. Абсолютен, значит, нет разницы. Например, в относительном мире, это относительный мир, материальный мир, значит, относительный. Относительный мир, значит, есть сын. Как только я говорю «сын», должен быть и отец. Как только я говорю «друг», значит, должен существовать другой человек. Друг, как только я говорю «вода», значит, должно существовать нечто, являющееся водой. Но в абсолютном мире название «вода» и «сама вода» не отличны друг от друга. Это называется абсолют. Объект не существует отдельно от своего названия. Итак, в Царстве Бога, Бог — это Бог, а Его Сын — это тоже Бог. Там нет разницы между названием и объектом. Здесь, в материальном мире, имя и объект отличаются друг от друга. Если я хочу пить, я хочу воды, я должен где-то взять воду. Если я буду просто повторять «вода, вода, вода», это не поможет. Потому что это относительный мир. Но в трансцендентном мире Кришна является и именем Бога, и самим Богом. Поэтому, повторяя «Харе Кришна», вы входите в непосредственную связь с Богом. Таково значение Харе Кришны. Есть такой опыт. Поэтому я наслаждающийся, Пуруша. Я просто меняю тело, одно за другим. Таково мое положение. Итак, обладающий разумом, понимающий, «Я меняю тела, одно за другим. Я вечен». Так в чем же мой вечный долг? Это называется «Атата Брамаджигеса». Это называется «Вопрошать о духовной жизни». Это очень просто. Я лишь меняю тело. Тогда в чем мое истинное положение? Это разум. Когда человек достигает этого положения, когда он задается вопросом, «Кто же я такой на самом деле?», то это начало человеческой жизни. В противном случае, это жизнь животного. Животное тоже думает, «Я собака, я тигр, я свинья». Подобным образом, если мы думаем, «Я господин такой-то, я президент, я это, я то». Вы ничто из этого, сэр. Все это временное обозначение, длящийся какое-то время, 5, 10, 15, или даже 100 лет, но это закончится. Однако вы вечны. Здесь говорится «Пуруша». «Я Пуруша», «Я наслаждающийся». Итак, Пуруша прокритиста. Пока он находится в этом материальном теле, он «бунгте». «Бунгте» значит «наслаждается». Но это не наслаждение. Мы думаем, что наслаждаемся, но на самом деле мы страдаем. И поскольку мы не можем понять, что такое страдание, мы испытываем их. Иногда мы приходим к пониманию. Но мы воспринимаем это страдание как наслаждение. Итак, что бы мы ни делали в том или ином теле, в этом материальном мире, это лишь страдание. Это не наслаждение. Почему вы попали сюда? Потому что я хотел наслаждаться таким образом. Поэтому Пуруша прокритиста, хухи, бунгте, прокритиджан, гунан. И в результате мы получаем лишь качество материальной природы. Это очень практично. Мы можем понять это. Например, мы получаем чек на 50 тысяч долларов. Я думаю, что у меня есть 50 тысяч долларов. Но что это за 50 тысяч долларов? Это клочок бумаги. Понимаете? Это называется иллюзия. Таким образом, изучите свою жизнь, и вы увидите, если вы разумны, если вы действительно вдумчивы, вы увидите, что это не моя жизнь. Это не моя жизнь. Но я в иллюзии думаю, что наслаждаюсь ей. Поэтому я чувствую разочарование. Разочарование — это следующая ступень. Все мы разочарованы, потому что мы в этом материальном мире. Прадхан Махарадж, великий преданый, сказал, его отец спросил его, мой дорогой мальчик, «Расскажи, какой твой любимый школьный предмет?» И тот сказал, «Мой дорогой отец». Он не сказал «отец». Его отец был первым материалистом, поэтому он обратился к нему, «О, лучший из демонов». И так, это движение сознания Кришны пытается освободить этих глупцов, которые запутались в этом материальном мире и меняют одно тело за другим. Иногда они ликуют от счастья, иногда очень страдают. Качество одинаково. Капля из Атлантического или Тихого океана и сам океан. Если вы попробуете каплю, маленькую каплю, она соленая, вы можете понять, что океан также соленый. Но содержание соли в капле очень незначительно. А количество соли в океане огромно. Вы даже представить себе не можете. Бог подобен нам с вами, Он личность. Но Он тихий океан, а мы капли. Только и всего. В чем ваш вопрос? Пожалуйста. А это джентльмен, да. Он хочет узнать о доктрине сознания Кришны. Сознание Кришны значит, вы неотъемлемая часть Кришны или Бога. Вы отделились от Него. Я уже объяснял это. Вы страдаете в этом материальном мире. Поэтому вернитесь к своему отцу, вернитесь к своему отцу и будьте счастливы. Только и всего. Вы говорите, что Бог — дух, мы — души. и что же вытекает из этого. Если мы духовные идеи Бога, то, следовательно, это материальное состояние сознания не реализовано. В чем вопрос? Уважаем? В чем вопрос? В чем вопрос? В чем вопрос? Субтитры создавал DimaTorzok Вопрос такой, если Кришна не хотел, чтобы мы приходили, то почему мы здесь? Да, вы заставили Кришну позволить вам прийти. Например, иногда ребенок заставляет отца. Отец говорит, дитя мое, не делай этого, не ходи туда. Но он настаивает, папа, я должен пойти, я должен. Хорошо, иди на свой страх и риск. И страдай. Что я могу поделать? Поскольку вы сын Бога, а у Бога есть независимость, полная независимость, он всемогущ. Поэтому у вас тоже есть качество своего отца. Вы наделены небольшой независимостью. Поэтому Бог не посягает на вашу ограниченную свободу. Если вы настаиваете, я должен пойти и наслаждаться самостоятельно. Бог говорит, хорошо, иди. Таково положение вещей. Вы должны получить разрешение, это факт. Но когда вы настаиваете, Бог дает его вам. И вот вы приходите и наслаждаетесь. Начиная с Господа Брахмы и оканчивая навозными червями. Шаг за шагом, в соответствии с вашими поступками и желаниями, вы формируете разные типы тел и наслаждаетесь и страдаете. Вот так. Ваши преданные говорят, что ваша цель — подняться над болезнью материального существования. Я не совсем понимаю, каков ваш путь достижения этого, и не могли бы вы сказать мне, каков конечный результат? Что? Путь сознания Кришны освободится от болезни материального существования. Первая часть его вопроса в том, как это сделать, а вторая — каков конечный результат? Путь состоит в том, чтобы перейти из материальной энергии в духовную. На нас всегда влияет какая-то энергия. У Бога есть две энергии — материальная и духовная. Мы также энергия, мы пограничная энергия. Пограничная энергия значит, мы можем оставаться под влиянием материальной энергии или же под влиянием духовной энергии. Все зависит от нашего выбора. Например, на берегу можно наблюдать кромку суши, которая иногда покрывается водой, иногда свободно. Это называется пограничное положение. подобным образом мы являемся пограничной энергией Бога, живыми существами. Итак, мы можем оставаться под водой, это значит, что на нас влияет материальная энергия, или же мы можем оставаться открытыми, отдать себя в ведении духовной энергии. Как мы относимся к Господу Иисусу Христу? Иисус Христос, Господь Иисус Христос, был Сыном Бога, лучшим Сыном Бога. И мы глубоко почитаем Его. Мы почитаем любого, кто учит людей сознанию Бога. Неважно, в какой стране, в какой атмосфере Он проповедует. Это неважно. Это неважно. Вопрос. Святой Франциск, основатель ордена, куда нас пригласили выступать, нашел Бога в материальном мире, и он обращался к разным проявлениям материального мира, как к брату или к сестре, брат дерева, сестра вода. Как вы относитесь к этому? Это настоящее сознание Бога. Это настоящее сознание Бога. Да. А не то, что верить в Бога и убивать животных, это не сознание Бога. Принимать деревья, растения, ниши животных, даже муравьев, братьями, сама Сарвешу, Бутешу, это объясняется в Бхагавадгите. Сама, сама значит относиться ко всем живым существам, одинаково. Видите душу в каждом. И неважно, человек это или кошка, или собака, или дерево, или муравей. Они все неотъемлемые части Бога. Они просто по-разному одеты. У кого-то одежда дерева, у кого-то одежда царя, у кого-то одежда насекомого. Бхагавадгита также объясняет это. Пандит, ученый человек, равно относится ко всем. Поэтому, если Святой Франциск думал так, то это высочайший уровень духовного понимания. Грубая одежда, пальто и тонкая одежда. Грубая одежда сделана из пяти материальных элементов. Земли, воды, огня, воздуха и эфира. А тонкая одежда – это ум, разум и эго. Это единственная практика. Из-за недозволенного секса возникает столько проблем. Столько проблем. Редактор субтитров А.Семкин